Ночь с 19 на 20 января и продолжается по сей день. Считаю, что резервы для политического урегулирования положения в Азербайджане были, они не были использованы как самим руководством Азербайджана, так же и высшим политическим руководством страны. И можно было предотвратить покушение на границу в свое время, ведь три месяца тому назад ставили люди свои требования, связанные с пограничной полосой, но никто не удосужился с ними встретиться, объяснить им и принять соответствующие меры. Были резервы и для того, чтобы успокоить людей, я повторяю, хотя бы, если два-три месяца тому назад был бы решен вопрос об укреплении партийного руководства в Азербайджане, то, может быть, и не было бы той обстановки, и не было бы необходимости ввести войска. Но при всех обстоятельствах я считаю, что были возможности для политического урегулирования вопроса, были возможности для диалога с народом, но они не были использованы, и в ночь с 19 на 20 в Баку были введены крупные контингенты советской армии и войск МВД СССР. И что, к чему это привело, к каким трагическим последствиям это привело, теперь уже хорошо нам известно. Я думаю, что те люди, которые приняли такое решение, я считаю, что политически ошибочные, допущена грубая политическая ошибка, они просто не знали подлинной обстановки в республике, в психологию азербайджанского народа. Они не имели достаточных контактов с различными слоями людей и не могли представить себе, что дело обернется такой трагедией. Нужно было это предвидеть и рассчитать, что важнее, что нужнее. Ввести войска и убивать невинных людей, и в том числе, между прочим, поступает сообщение, что погибло немало и военнослужащих. А в чем вина русского молодого человека, который направлен по ошибочному решению высшего партийного руководства страны для подавления людей в Азербайджане, которые погибают там, за что он погибает, что он защищает. Говорят, отдельные люди могли вынашивать такие настроения, но это никак не могло характеризовать общее настроение азербайджанского народа. Я 14 лет, почти 14 лет, являлся первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Азербайджана. Я хорошо знаю душу азербайджанского народа, я хорошо знаю его настроение, я хорошо знаю привязанность азербайджанского народа к социалистическим идеалам, к Единому Советскому Союзу, к дружбе со всеми народами, с тем же армянским народом, с русским народом, со всеми другими народами. Я таким знаю азербайджанский народ. И я думаю, что за эти годы, что меня отдаляет от пребывания в Азербайджане, он не мог так, понимаете, круто измениться. Не мог. Никакого разговора, а якобы желание создать какое-то фундаменталистское, да еще плюс шиитское приписывание, государство оторваться от Азербайджана, не может быть принято во внимание. Это не соответствует действительности. Кстати, я вам хочу сказать, что в Азербайджане, вот я сам азербайджанец, в Азербайджане живут люди по своему этническому происхождению, принадлежащие и суннитской, и шиитскому течению мусульманской религии. Но никто из них почти не знает, кому они принадлежат, к суннитам или шиитам. Я сам не знаю, по какому течению я принадлежу. Потому что такой грани, такой разницы в Азербайджане не было. А переносить то, что происходит в каких-то исламских государствах, в Азербайджан, и выдумывать версию о том, что видите, в Азербайджане такие настроения, я считаю, что это обман общественного мнения. Это совершенно неправильно. Неправильные суждения это обман для того, чтобы оправдать ту неправильную акцию, которая была предпринята. Я осуждаю то, что сделано. То есть, вот контингента войск в Азербайджан. Кстати, я хорошо знаю, сколько войск находится в Азербайджане. Там и так достаточное количество войск было. Там находится целая четвертая армия. Там находится Каспийская флотилия. Там находятся, насколько я знаю, дивизии десантных войск. Там находятся войска противовоздушной обороны. Там находятся войска внутренних войск МВД. Зачем нужно было дополнительно туда вводить войска? Если уж нужно было, можно было использовать те войска, которые находятся там. Я считаю, что это совершенно неправильно. Повторяю, я это категорически осуждаю. Считаю это антигуманным, антидемократичным, противоправным актом, приведшим к тяжелым последствиям. Люди в Азербайджане, руководцы в Азербайджане, которые приняли такое решение, должны нести ответственность за это. И прежде всего, должны нести ответственность перед своим народом визиров, который удрал вчера из Азербайджана. Должны нести ответственность те, кто дезинформировал высшие политические руководства страны. Я считаю, что высшее политическое руководство страны не имело достаточно правильной, объективной информации. И оно было введено в заблуждение, в результате чего было принято такое решение. Я считаю, что все эти люди должны вести наказание. Вот все, что я хотел сказать. Товарищи, можно потом разрешить? Я как представитель Народного фронта, сейчас у нас готовится демонстрация, и мы должны все там участвовать. Поэтому я как представитель Народного фронта Азербайджана в Москве, как председатель организованного вчера комитета, хочу сказать два слова о событиях. Представьте, пожалуйста, фамилию. И после этого я уйду. Шамхалов Зохраб, врач. Я хочу сказать, что то, что сказал бывший первый секретарь Азербайджана, не лишено оснований. Но со своей стороны я должен акцентировать внимание на некоторых моментах. Во-первых, я должен заявить от имени Народного фронта и народа Азербайджана, что это действия не то, что неправильные, а преступные. Что была совершена, если была совершена ошибка, то только азербайджанским народом и Народным фронтом, который пошел на поводу у преступного правительства республиканского и стал игрушкой в игре центрального руководства, которое, исходя из своих замыслов, не допустило пока ни одной ошибки. Все это цепь одного сценария. И при заключительном акте мы присутствуем. Я обвиняю правительство, руководство центральное в преступных действиях против азербайджанского народа, в геноциде азербайджанского народа. Только по данным, предварительным данным, полученным из моргов, больничных моргов города Баку, погибло 577 человек. На здании Народного фронта вывешен список на 1571 погибших. Общее число данных из больницы 577 человек. А в списках народа вывешено на Народном фронте 1571 человек. Это по Баку. Только по Баку. Количество жертв, которые, значит, всего по Азербайджану, нам неизвестно. В центре, только в центре погибло 500 человек. В пригородах погибло 177 человек.